Видео для медицинского центра на примере мамолога. Итак, у нас есть задача, дано, есть медицинский центр, там есть мамолог. Кто не знает, объясню, у женщин есть грудь. И вот эта грудь, это как бы ее надо постоянно делать диагностику. Это надо делать диагностику, потому что там эта проблемная зона, не будем вдаваться в медицинские цермины, но представим, у нас есть медцентр, есть мамолог, есть диагност, есть клиника. И мы берем, в этой самой клинике хотим запаковаться. И вот проблема в том, что люди, владельцы клиник, либо врачи, либо те, кто занимается инвестированием и эти клиники, то есть те, кто зарабатывает на этих клиниках, они пытаются запаковать и сделать видео там такое, бам-бам-бам! Там открывашка-закрывашка. Там типа, у нас нам профессиональные врачи! У нас там там то! у нас там медцентр, у нас там все круто. На самом деле это не работает. А что же работает? Какие видео надо снимать, допустим, для медицинского центра? Опять же, помогающие. Что сие означает? То есть надо нести светлое, доброе в массы и рассказывать людям, что, допустим, болезнь или там рак молочной железы можно предупредить, если диагностировать его на ранних стадиях. Самое главное напугать или дать человеку тот посыл, после которого он задумается, а внизу дать совет, что, слушайте, вот у нас есть клиника, где вы можете проверить и диагностировать. То есть, понимаете, огромная масса людей живет в мире, где даже не представляют, что могут быть проблемы с молочными железами у женщин, да, и, соответственно, как бы живут себе и живут, вот, и не понимают статистику. То же самое вы можете давать те же самые статистические данные, ну, вроде того, что, а вы знали, что там ежегодно более, там, не знаю, десяти тысяч, ну, цифры с потолка женских грудей, ампутируется, потому что не была диагностирована на ранних стадиях та или иная болезнь. Вот такие моменты, потому что люди, когда они этого не понимают, они это не знают и всегда люди боятся что-то потерять. А когда это часть своего тела, то начинается такой прям-прям хороший спрос. То есть и в данном случае вы уже не говорите, что вот у вас клиника, да, вы не говорите, что у вас там эксперты, а просто несете информацию, которую знаете вы, то есть ту информацию, которую вы говорите на консультациях, ту информацию, которую вы говорите в процессе диагностики. То есть какие нужно сдавать анализы, с какой периодичностью нужно сдавать анализы, куда смотреть, когда обращаться к врачу, что может быть с симптоматикой, в каких случаях надо обращаться к врачу, какую-то статистику приводить, да, опять же делать переводные статьи. Огромное количество в мире есть клиник, которые или там институтов разных там, не знаю, больших или маленьких организаций, которые занимаются этой проблемой. То есть ваша задача это взять информацию для того, чтобы просветить. И вот здесь важный момент. Медицинскому центру обязательно заниматься образовательной деятельностью. Это тяжело, это дорого, это непонятно от слова вообще, потому что вы, очень многие из вас считаете, что будет прийти примерно по такому сценарию. Вы наймете команду, команда сделает вам там пять-десять видеороликов о вас, о вашей компании, о вашем центре, о ваших врачах, о ваших регалиях. Но это все будет для третьего уровня осознанности. Это будет для людей, которые знают, что у них есть проблема и которые ищут решение этой проблемы. Допустим, ваша клиника в небольшом городе. Вы не в Москве, вы не в Питере, вы даже не в Тбилиси, а вы, допустим, где-нибудь, не знаю, в турецком изумире, либо вы в грузинском Батуме. Маленький небольшой городок, ну, относительно небольшой других, да, и здесь вам не надо делать большие рекламные кампании, потому что ваши конкуренты, они, в принципе, идут по тому пути, что и вы. Сарафанное радио, небольшие там объявления в газетах, ну, то, что работает. Но вы ловите людей, вы ловите клиентов, потенциальных пациентов, в данном случае, на уровне, когда они уже знают, когда они ищут. Они выбирают между вашей клиникой и, допустим, клиникой конкурентов. То есть, вас двое, вас не двести двадцать два, а вас двое. В этом случае они должны выбирать экспертную клинику. То есть, ту клинику, где, где им помогли, где им объяснили. То есть, вы должны забрендировать, то есть, сделать открывашку, закрывашку, свои видео, чтобы у вас, там, да, узнаваемый сайт. В данном случае это не должен быть, там, не знаю, портал какой-нибудь, там, да, это может вполне вероятно зайти к вам сайт-визитка с возможностью предварительного заказа. Вот просто, да, то, чтобы можно было сделать предварительный заказ, предварительную запись. Хотите знать больше? Приходите к мне на консультацию, где я расскажу вам, именно для вашей клиники, как это правильно сделать, как правильно запаковаться и как не переплатить. Потому что очень многие люди, на моей памяти и на моей практике, красят огромные деньги на инструменты, которые не работают совсем. Пара-бара-бам.